я вас видел да у меня у бабичев записывал вот бабичева я не знаю я вас видел я скажу да 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 с тема мы общались потому что вот проект этот который у него про деревню вот этот американскую деревню очень интересный проект да на самом деле а вот я не стремлю но вот такие вот люди которые занимаются вот вещами как вот им очень интересно было с ним поговорить на эту тему узнать как и что потому что знаете люди которые вот сша живут давно начали многие задумываться тоже не переехать ли ну в россию потому что как-то некоторые начали ну знаете как бы переживать о будущем страны и если это будущее не все как бы верят что оно есть особенно светлое будущее вы как считаете ну кстати интересно я в оригоне и тут у них конечно в школах в государственных школах творится какой-то кардебалет надо просто в частных школах учиться или дома обучать детей вы понимаете что это нереально вы понимаете что это можно мечтать про это но это нереально люди не в состоянии заплатить такие деньги какие за частную школу либо детей дома учить потому что людям надо ходить на работу да вот такая штука надо объединяться да так так получается ну или объединяться надо или отдавать детей чужим теткам дядькам пидорасам всяким этим да ну как бы выбор такой или надо напрягаться на двух работах и и дома обучать или там скинуться толпой ну это делают там в церквях там в каких-то общинах ну я не слышала чтобы у нас церкви учили детей они учат детей знаете как факультативно то есть можно выходные привести ребенка и при церкви ну знаете грамотности грамотности христианская там научат какие-то из библии они историю читают там разговаривают про ценности какие-то моральные да ну картинки дают детям красить но знаете алгебру и химию никто в церкви не учат если нет лагеря при церкви у нас и при православной церкви есть и католические это лагеря ты детей сдаешь опять таки там больше уклон все таки на моральные ценности на поведение хотя вы знаете что уже сейчас церкви католические они то тоже начали уже венчать странных однополых людей уже до этого же да я такую одну школу знаю в индиане в индонаполисе и они уже по моему газуют так долго уже давно но я не знаю сколько у них там народу не знаю сколько их но она начальная школа не это в принципе важная школа до 13 лет до 14 нужно детей обучать дома или в какой-то школе такое а потом когда они уже более-менее окрепнут головой то тогда их можно отдавать постарше школу и то понятно что там куда присматриваться да а вы давно в США живете? 20 лет уже понятно ну вы видите разницу я 25 почти что и то что было 25 лет назад и сейчас это день и ночь то есть у нас вот этого вот этого вот знаете ЛГБТ ну мы считали что в Техасе этого не будет никогда а сейчас это уже ты не имеешь права даже против сказать тебя тут же обвинят во всех грехах еще не дай бог там флаг их мне там сорвать или там где-то высказаться в соцсетях против то и аккаунт твой забанят и на работе тоже же да у вас такое есть нет устраивайтесь на новую работу вам дают тренинг пройти как вы относитесь к меньшинствам и вы должны ответить правильно на все вопросы еще там на целый час будет вам тренинг как с ними правильно обращаться какие прононсы употреблять надо и сколько там полов этот весь список огласите список пожалуйста надо в этом разбираться и не ущемлять никого не дай бог вы там что-то не так повернетесь и мужчину который считает себя женщиной назовете мужчина это же оскорбление то есть корпоративной среде у нас вообще в главном офисе выставили эту лошадь розовую единорога с хвостом с гривой радужным типа того что наша корпорация поддерживает вот этих вот товарищей и попробуй ты скажи что тебе как христианину это не нравится почему они пропагандируют это они другие ценности какие-то может мне эти ценности не нравятся они выставили уже в центре офиса что все должны мимо это лошади каждого единорога этого каждый день ходить и любоваться ну да я когда я тоже когда сначала приехал как раз начали отменять молитвы в общественных школах государственных отменять когда начали что-то там не надо религию туда-сюда религии не надо потому что там кто-то там обидится а теперь-то они могут розовую лошадь выставить или бегемота они тоже не обижаются надо просто да а вот этим их же оружием их как-то мочить надо надо научиться ну вы знаете сложно их оружием потому что их позицию пропагандирует каждый утюг вы же понимаете все эти СННы я все понимаю эмиссии это же рупор этих демократов а у нас у консерваторов один единственный Fox News остался и то с него Такер Карлсона уволили и что там теперь осталось ничего все платформы за них Facebook за них попробуйте что-то скажите и ну как вот ну мы то можем объединяться но у них то платформы на которых они могут это говорить а если мы это скажем то нас заблокируют тут же и группу нашу закроют сразу же на Facebook если мы будем там группа республиканцев да или группа консерваторов допустим да или там группа мы против таких то все вас быстренько вышвырнут а они полным цветут садом полным поэтому люди начали переживать вот этот проект с темом поэтому и вышел у меня потому что я хотела показать людям что это один из вариантов то есть женщины у которых мужья американцы им то проще то есть конечно видите он говорит что можно приехать и чисто американцам американцам то есть муж и жена американцы и они через эту деревню хотят упростить документов вот этот вопрос с документами но все равно это как бы проблема другое дело если вот женщина 20 лет была замужем за американцем и у нее гражданство осталось российское то она может приехать и ну может быстро оформить документы как бы хотя бы на постоянный вид на жительство но то что люди переживают да как бы что в стране творится это на самом деле как бы так и особенно когда дело к пенсии подходит вопросы смогут ли они на эту пенсию выжить еще в США потому что цены поднялись как бы довольно таки основательно а зарплаты то не поднялись так сильно ну в России они на пенсию вообще даже у них вообще не заработали нет они возьмут американскую пенсию мужья и они выходят на пенсию и получают здесь эту пенсию американскую и уехать в Россию жить там допустим в этой деревне да потому что эти мужья эти женщины они говорят а вдруг мы там никого не знаем с кем мы будем общаться у нас там нет знакомых американцев да а тут целую деревню делает на 200 домов это он сказал что он в интервью со мной сказал что три уже у него проекта вот это под Москвой в Серпухове потом еще одна деревня будет я так поняла в Крыму и одна где-то он сказал одна еще пока секрет но почему-то мне такое впечатление создалось что где-то в районе Алтая будет третья деревня и если они все по 200 домов то это уже какое-то начало как бы неплохое да три проекта 600 домов это ну грубо 600 семей как это круто конечно ну для начала да то есть когда первые дома будут построены то это будет проще вот эти женщины у которых мужья американцы они для них это хороший вариант потому что если сейчас их сдерживает только то что я не знаю языка и у меня там нет никаких знакомых то женщина которая с российским гражданством да она может сказать а вот есть такая-то деревня ты там будешь среди единомышленников там тоже будут американцы тебе не будет там скучно понимаете то есть это хороший как бы такой для них альтернативный вариант чем просто переезжать в Россию где у них там нет никаких вообще знакомых тем более и Тим он такой активный он может им помочь там и с документами на самом деле социализацию какую-то там строить для них для всех потом они будут сидеть на пенсии знакомых дружить с этими другими американцами которые переехали вот им и не скучно будут свой дом обустраивать и не переживать что они могут говорится столкнуться каждый день с этими пропагандой вот этой вот голубой и не выдержать что-нибудь сделать что-нибудь плохое поэтому от греха подальше знаете такие которые очень возмущены вот эта все политика может им стоит уехать в страну где это запрещено как вы думаете или может быть там с людьми разговариваете с американцами или не с американцами что они говорят что они ожидают от нового президента вы знаете тут очень два типа людей да то есть я смотрю очень много американских новостей и американских таких ну типа такер кайлсон алекс джонса я смотрю в твиттере ну тот же элон маск что они говорят и вы знаете многие говорят что трампа не допустят до выбора что он не дойдет до выбора то есть они найдут знаете либо легальным путем они его не допустят либо алекс джонс говорит что вообще вплоть до физического устранения трампа что вы знаете как вот покушение случилось он у нас в далласе убили кеннеди в свое время и не мелкнули на действующего президента пристрелили американская демократия и ничего с ним надо этого линкдина 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 тоже же его убили как бы сколько американских президента вообще убили трех или четырех если не пяти еще там куча покушений было ну вы думаете новый президент что-то изменит или нет нет не трампа ну во первых вы знаете во время кто-то же наверное другой будет да я думаю что вы знаете там так глубоко все про гнило что уже никакой президент не помню вот трамп был четыре года что он сильно много изменил потому что там сидели а я вам расскажу что скажите вы будете слушать буду он я помню я это очень хорошо заметил он вступил в свою должность и на следующий день сразу с белого дома убрали обаловскую программу по поддержке этих гомосяков всяких сразу и обрезали финансирование а здесь финансирование сейчас есть я работал в колледже они там проводили занятия для всех для факультета для стафа факультета типа как сделать присутствие студентов в классе комфортно ну типа всех принять ну и там тетка говорит что мужчины беременеют я спросил как они могут беременеть если у них матки нет ну да а транс мужчины могут я говорю так это женщины получается а если они могут беремене все я меня уволили уволили прямо уволили да через полгода ну они как уволили они написали они мне выслали HR выслали письмо а вот в письме там видите формочка такая и в формочке стоит чек чекбокс написано что я сам резайн типа я сам ушел в отставку я такой не ребят я сам в отставку не ушел ну типа подпиши сейчас подпиши подпиши не знаю что получится я две конторы юридических написал возьмутся они за это но пока пока глушняк пока от одной уже комьюнити колледжи или университет колледж в каком колледже вы были комьюнити комьюнити и там уже и там вот такая допустим они финансируют здесь белого дома напрямую я так понимаю эти все как называется сейчас скажу департамент целый с вицепрезидентом колледжа вицепрезидент колледжа по этой даже си их хотя они очень российские ко мне, они меня обозвали белым. Они что, нацисты? Они измеряли мой цвет кожи, форму ушей, меня записали в белых, привилегированных. То есть вы столкнулись с этим не понаслышке? Столкнулись с этим как бы, ну реально с этим столкнулись, это не понаслышке? Абсолютно верно, да. Не понаслышке, прямо на себе. Извините, а у вас семья, дети есть? Или вы один? Нету, нету. Нету. Буду в России искать себе деваху скоро. Скоро поеду. А вы уже конкретно собираетесь переезжать? Билет уже есть. Ну, вы молодец. Я вам честно скажу, что я сейчас в Краснодаре нахожусь. Очень приятно. Вот, поэтому я системам же и распространяла. И я, в принципе, даю советы нашим релакантам, да. Ну, я три месяца только как приехала. Потому что я поняла, что, ну, та же система, что вот и вы говорите. У меня и сын найти не может девочку, я хочу сына сюда в колледж перетащить, и ему найти невесту в России. Потому что девочки, которые вот его возраста, 20 лет плюс-минус, они уже все с промытыми мозгами. То есть они, вот это время, когда, ну, Абайден у нас был, Абайден, Абам и Абайден были 8 лет у власти. Этим детям промыли мозги так, что он говорит, сын говорит, я иду встречаться с девочкой. Она говорит, а я еще не определилась, я вообще мальчик или я девочка. И мне мальчики нравятся. Девочки нравятся. Вы представляете, такой ужас. И у него целое поколение вот это мальчиков, которые в колледже сейчас, его друзья, его одноклассники, его однокурсники, они все страдают. Он говорит, вот такая вот ерунда. То есть девочки заявляют. И потом вот этот феминизм, вот этот вот полностью разврат. Он говорит, я только начал разговаривать, и она через 2 минуты мне уже там в голом виде фотки высылает. Он говорит, я такую не хочу, я хочу серьезные отношения. Вы помните, как у нас, у нас же ухаживали там, надо было встречаться, там, какие-то цветы носили, там, стихи писали. Сейчас такого нет. Сейчас девочка заходит с тобой на снапчат какой-нибудь, и через 2 секунды у тебя уже фотографии всех ее частей тела в любых ракурсах. Он говорит, вот такие сейчас девочки. Поэтому придется сына везти в Россию и искать ему здесь девушку. А вы куда летите, в какую часть? А я вот взял билет до Хельсинки и там переехать границу до Питера. Но сейчас закрыта граница с Россией. То есть теперь сейчас люди едут через Эстонию. Ну, это у меня еще... Ну, вы вообще в Питер, да? В Питер собираетесь? В Москву, вообще под Москвой. А почему вы не хотите просто самолетом? Ну, через Турцию? У меня есть запасной район, да, самолетом. Если не откроют там границу, если там не получится, как-то билет... Знаете, если вы интервью с Тимом видели, там у него есть ссылка на мой блог, где я рассказываю про документы и про так далее. Очень много людей спрашивают, как деньги переводить. И я разведала очень хорошую нычку. И вот, кстати, завтра у меня будет новое видео. Я прям пошагово показываю с приложения, как деньги переводить с Велсфарга. То есть, прямо я открыла свой телефон, и я записала прямо свой скрин. Очень много морочилась, потратила кучу времени, чтобы это видео... Ну, как его назвать? Эдитинг, да? То есть, отредактировать это видео, и завтра его выставлю. То есть, я до этого вам рассказала общий план, как... Подождите, подождите секунду. Подождите секунду, вы сейчас видите мое сообщение в чате? Еще не видно, сейчас посмотрю. Это друзья, наверное, меня отправят... Я не знаю, тут... Я вас добавлю... А, вот, чат вижу, вижу, да, вижу чат. Так, а... А вы можете адрес этого блога вашего? Сейчас. Ну, если вы у Тима будете... Мы его вот, где вы меня видели, в описании его канала есть ссылка на мой канал. Но я сейчас вас добавлю. Я просто надеюсь, что я... Так, на английский переключу. Так, вот, сейчас пишу вам. Подпишитесь. Потому что сейчас все мучаются с деньгами, а я уже квартиру купила. И там я рассказываю, как ипотеку получить. Я получила... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok